Трэм подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня мы снова гуляем, и типа мы гуляли по ночному лесу, а в дождь, кому как не мне придёт в голову погулять в такую погоду, в осеннюю, вот, короче, я надеюсь, что этот режим камеры сам по себе хороший, потому что это типа малоосвещенность, вот, я на катуаре, вот, и что, и всё, прикольно, да, сейчас я буду в рабочий посёлок, сколько этих рабочих посёлков-то, вот, короче, я сейчас переверну камеру и буду снимать в нормальном режиме, ну, как, в нормальном режиме, я имею в виду в плане не свою морду, которую вы и так вряд ли видите, а то, что происходит вокруг, вообще, как я иду, где. Погодь. Он что-то видит. Мне приходится держать зону в другой руке, потому что эта рука типа дофига для камеры, тут очень красиво, ну, вообще ночью очень красиво, ещё когда дождь был очень красиво, но я боялась камеру замочить, поэтому как-то так. Это Крис, и он смотрит, как нам отсюда выйти, потому что мы шли просто по улицам без навигатора и немножко заблудились. Ещё тут, кстати, есть классный магаз, где сравнительно недорогие цены, вот. Тут, короче, эльф, вейп, как у меня, да, третий, джаст, джаст третий, короче, он продаётся за 1900 рублей. На официальном магазине он стоит 2700, а я вступила в лужу, вот. Короче, я его покупала за 2500, а тут он 1900, вот. Короче, может кто-нибудь вдохновиться вот этими пейзажами и что-нибудь нарисует. Конечно, я не знаю, как можно вдохновиться спиной корица, но хер знает. Ты чёрт. Я улыбнулся. Улыбнулся? Да. Херовая у тебя улыбка, знаешь. Господи. Такое вот как-нибудь выскочит, знаешь, из-за угла. И останешься без чистых штанов. Лужи, машина, переход. Мы переходим. Так. Что бы ещё рассказать? Я не знаю, что рассказывать. Подожди, сейчас будем проходить дом культуры керамики. Дом культуры керамики будем проходить? О, я знаю, что надо было снимать днём. Я, может быть, днём ещё здесь что-нибудь сниму. Вот. Ну, потому что я приехала сюда сравнительно днём. Потом мы шатались, шатались. Начался дождь. Я думала, я пережду этот дождь. Вот. Ну, он, на самом деле, начался ещё днём. Но днём так легко моросило. Потом начался ливень. Вот. И как-то так. Я надеюсь, что тут все добрые и хорошие. И никто меня не отпиздит. Вот. Хотя у меня с собой костетик. Крис! Крис! Что? Подержи зонт. Крис! У меня рука устала. Сейчас я вам покажу свой костетик. Ну, вот он. Вы видите его? Вот он. Может, так лучше будет видно? Угу. Это так. Это к слову. Дон культуры. Сейчас я вам покажу его. Возможно, у меня запотел объектив. Да вроде не сильно. Вот. Дон культуры. Он огромен. Там что-то есть. Сейчас мы приблизим и посмотрим. Мы посмотрели. Мы ничего не увидели. А где Крис? А, вот он. Какая-то доска. Два соска. Да. Это я. Айболит Бармалей. Цирк, театр. Какая-то хрень. А если кому-то надо в катуаре? Типа сходите к Дому культуры. Что? А. Знаешь, было бы классно, если бы это было что-то заброшенное. Если бы мы наконец-то съездили туда, куда хотели съездить. Тут лужи. Я тебя не слышу. Я говорю примерно километров. Экшн. Блин, это же Некрасовский рабочий поселок. Охренеть, это Некрасовский рабочий поселок. Вы слышали? Кристоф обосрался. Станция Катуар, Некрасовский рабочий поселок. Смотрите, какая лужа. Вот прикиньте, я сейчас в нее зайду, хотя я сейчас в башмачках таких. Но типа должна быть не очень глубокая. Давайте попробуем. Я пароход. Да, кстати, она не очень глубокая. А то я один раз шла. Я, короче, шла-шла-шла. Шла-шла-шла. И знаете, что случилось? Здесь. Короче, была дофига глубокая лужа. А я не заметила. И так как я в этих ботиночках, я такая... Да что со мной будет? Наступлю в лужу стопудняк. Она, короче, не глубокая. И я провалилась туда. По колено. По колено, Карл. В этих ботинках и по колено. Я охренель. Вот. Мне очень тяжело нести камеру. Смотрите, скорая помощь. Нужна кому-нибудь? Вот тут еще магазин должен быть. Блин, ощущение, как будто я хожу просто по заброшенному городу. Пизжит что-то. Короче, какой-то магазин. Что, продукты, а зачем нам сюда? Будем писать слова. Будем писать слова. Я знаю, с кем мы будем писать слова. Что? Что? С кем писать слова? Не с тобой. Слушай, не со мной. Стройдом. А с кем мы будем писать слова? С кем? Мы, это я и я. Головка чувствует зря. Рыбонька моя. Что ж ты расхудакталась? Смотри, байку еще в БЦ. Расскажи людям про катастрофу. Зачем мне это нужно? Катюша. Катюши в честь вас назвали парикмахерскую. Многофункциональный банковский офис. Овощи, фрукты. Мой дом. Овощная. Некрасовский. Чего-то там. Простите, что я заваливала горизонт. Да, это какой-то магазин. Какой-то, может быть, ТЦН. По-моему, это продуктовый просто. Просто продуктовый. Так. Вообще, у меня где-то еще в камере фонарик включается. Вспышка, то есть... О! Азбука пирогов. Кафе кондитерское. Класс. Смотрите, какая красота. Оп. Красиво. Все, пошли. На Кудыкину гору. Воровать помидору. Воровать помидору. Сейчас будет темный переулок. Ночью, улица, фонарь, аптека. Какой-то там. То ли искусственный тусклый цвет, то ли еще какой-то. Я не очень помню русского. 14-15. Или это Маяковский. Короче, без разницы. Вот. Вот. Пока шел дождь. Я думала, что я отсижусь в падике. А в падике, как вы знаете, ничего интересного. Потом я плюнула на все, пошла гулять. Вот. И вот мы уже здесь. Какой-то переезд. Че это? Это же Маяковский. Угу. Мы че, уже близко к станции? Да. Отлично. Кстати, станция там. Сейчас мы к ней придем. Вот. Это влог ни о чем. Вы уже это поняли. Я надеюсь, что хотя бы там что-то красивое было. Вот. А так давайте я вам расскажу в следующем видео о том, как, короче, обманывают по телефону, как глушат ваше внимание и... А как какать? Господи. Сука. Пиздец. Ладно. Короче, как глушат ваше внимание и играют на ваших чувствах, чтобы вы вложили все свои деньги, которые вы имеете в бинарные аукционы. Они говорят, что это не бинарные аукционы. Вот. И вы их никогда больше не увидите вообще, эти деньги. Только в электронном виде и только на том сайте, куда вы это внесли. Минус уши. А как какать? Господи. Крыс. Хватит. Вот. Я не знаю, насколько вам это будет интересно, но это точно вам будет полезно, потому что в последнее время вот этого вот всего дерьма развилось очень много. И по-хорошему я должна вас об этом предупредить, потому что они мне названивают. Я думаю, есть еще люди, которым они названивают. И хрен знает, откуда они ваш номер телефона взяли. И самое еще интересное, ты их посылаешь, а они все равно тебе звонят. Они тебе в скайпе добавляются. Вот. И ты такой, я больше не пользуюсь скайпом, но у вас на хрен. Хе-хе. Хе-хе. Вот. Ты их блочишь, 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 блочишь. Они тебе с разных номеров названивают. Вот. Вот такие вот пирожки с котятами. Тут красивенько так. Ну, по крайней мере, я считаю, что тут очень атмосферненько должно быть на видео. Вот, я пришла уже на станцию, поэтому всем пока. Что? Не будут доезжать московские диаметры? Глаза, рот. И, на самом деле, это активация билета. А вон моя остановочка.